Система Нурбс Система Нурбс Неоднородные, рациональные, простые сплайны Ну, для того, чтобы сказать, откуда здесь ножки растут Нам нужно вспомнить 50-е годы 20-го столетия Мы с вами узнаем, что были на свете два таких интересных ученых Одного, как звали, Пьер Безье Жил он во Франции И, как мы можем убедиться, работал в автомобильном концерне Рено Он занимался моделированием поверхностей автомобилей в том числе И для этого разрабатывал математический аппарат Который бы описывал сложные кривы Которые имели бы возможность быть каким-то образом Согласованы с другими объектами Или другими частями других кривых Значит, также был такой товарищ, которого звание Поль де Костельжин Он тоже был во Франции И работал на автомобильном концерне Ситроен Соответственно, данный математик и физик Тоже занимался тем, что Разрабатывал алгоритм построения Кривой, которая позже была названа Кривой Безье Соответственно, эти два ученых являются основоположниками Методы описывания кривых Которые до сих пор используются В сложных системах автоматизированного проектирования Современных в том числе Данная система есть в 3D Max Почему мы называем ее системой? Потому что в нее входят такие элементы, как точки Как кривые Как поверхности Ну и различный функционал по управлению всего этого Внутри одной системы есть И соответственно, те элементы, которые мы рассматривали в лекциях по сплайну Являются лишь частным видом от NURBS системы Весьма упрощенной Значит, давайте приступим к основным параметрам данной системы Что же она позволяет делать? Как мы можем этим всем воспользоваться при работе? Ну, во-первых, мы можем на вкладке создание Увидеть, что у нас есть специальная вкладка NURBS объектов Которых мы можем создавать Воспользуемся современной версией Max И отстыкуем кусочек главного меню Для того, чтобы увидеть, что всего существует два набора команд создания объектов Из них первый набор содержит команды создания поверхностей Второй набор содержит команды создания кривых Значит, соответственно, эти же команды Они здесь более очевидно сгруппированы Чем в командной панели во вкладке создания У нас есть отдельно вкладка NURBS surfaces По вкладке геометрии, где присутствуют те же два элемента И во вкладке shapes мы имеем возможность переключиться на библиотеку NURBS кривых Где присутствуют две других команды создания кривых соответственно Значит, в чем разница этих вот, допустим, кривых Значит, point curve Кривая точечная В данном случае во время построения создаются опорные точки И мы с вами видим, что все эти точки сглаживаются Система NURBS не позволяет нам создавать, в принципе, угловые точки Типа Conor, как это позволяло делать Spine И это, соответственно, один из минусов данной системы То есть, если мы хотим создать какой-то угловой элемент Нам придется воспользоваться созданием одной точки Созданием другой точки рядышком И, соответственно, третьей точке Только после этого мы с вами можем получить Что-то внешне напоминающее угол А инструментария по созданию углов Помимо вот такого вот варианта закрепления Этих вот трех точек На небольшой отрезке кривой У нас нет Вот Значит, соответственно Мы с вами видим point surface Где вот эти вот узловые точки Когда мы их создаем Создаются на самой поверхности Что такое CV Квф Контрол и артекс Управляющие точки Во время создания у нас как бы есть Габаритная рамка И на этой габаритной рамке Которая описывает нашу кривую Мы с вами и устанавливаем Опорные точки Как бы не касаясь Самой кривой Соответственно Если нам необходимо будет редактировать То мы будем редактировать Вот этот вот параметр Вернее На вот этой вот оболочке Эту кривую И изменяться будет Конечно же Форма самой кривой Которая к этой оболочке У нас с вами Контрольной привязана Значит В соответствующих Подуровнях редактирования Мы увидим Что есть возможность Редактировать всю кривую Как в сплайнах И контрольные точки Как обычные точки В сплайнах Для CV кривой А также У нас с вами есть Два подуровня редактирования В point кривой Точечный Где есть кривая Как общий сплайн И есть соответствующие Управляющие точки Которые лежат у нас с вами На самой поверхности Соответственно Еще есть определенные Различия Свойства CV У нас с вами Если мы раскроем Эту вкладочку У каждой управляющей Точки CV Есть такой показатель Который называется Weights Дословно это переводится Как вес В данном случае Этот показатель Он Заставляет Прилегать Ближе Или дальше От формы Вот этой ограничительной рамки Нашу кривую Регулируя его Мы можем попытаться Подтянуть поближе Или подальше Вот Вот этой вот Ограничивающей оболочке Наши Кривую Соответственно Именно этим Регулируется Более точно Форма CV Кривых Это То Что есть Из новых Элементов Которых мы В сплайнах Не встречали Кроме Того Что У нас Вот есть Элемент Который Для Одной Кривой Элементы Уровня Под Редактирования И под Уровня Другой Кривой Мы Их Можем Во вкладке Основной Пристыковывать Друг к другу И соответственно В зависимости от того Что мы пристыковали Вот эти вот Подуровни Редактирования Они будут Внедряться Внутрь Соответственно Вот этой вот Нашей Системы Нурбс Значит Допустим Мы с вами Создаем Point Surface Это как мы Плейн могли создавать Собственно говоря Да В сплайнах И Мы увидим Что на подуровнях Редактирования У нас есть Параметр Который позволяет Как-то Перемещать Саму поверхность И параметр Точечек Который позволяет Регулировать Соответственно Наши Опорные точки Или узлы Вот То есть Все точно так же Как делается В сплайнах Ну За одним исключением Вы видите Что когда мы Перемещаем точку Отображение Самой поверхности Исчезает Это Есть такое Вот Неудобство Соответственно Если мы К Предыдущей Кривой В системе Которая содержит Плоские объекты С помощью команды Тач Пристыкуем Это возможно Еще и плоскую поверхность То Здесь Добавится Еще один Уровень Редактирования Редактирования Surface Point Surface В данном случае Вот И если мы Создадим Последнюю Поверхность CV Которая управляется Контрольными точками Мы с вами Увидим Что у нее Есть свой Регулятор поверхности И регулятор Контрольных точек Только эти контрольные точки Находятся на вот этой вот Желтой габаритной рамке А Сама Плоскость Будет Уже пытаться Ну В зависимости от того Насколько она разделена На сегменты Вытягиваться Вдоль Соответственно Мы можем опять таки Взять Предыдущую Нурбс Систему И С помощью Вкладки Основной Присоединить CV Поверхность И у нас появится Точечная поверхность Поверхность С контрольными точками И вот таким вот образом Мы видим Что Максимальные В стеке модификаторов У нас появляется H5 Уровней Редактирования Нурбс Систем Собственно Поэтому Она и называется Нурбс Система Потому что Содержит Возможность Редактирования Точек Кривых Кривых С контрольными С контрольными Точками Простых поверхностей Точечных И поверхностей С управлением Через контрольные Точки Через Вот эти Габаритные Рамки Вот это Основные Различия Между Этими Элементами В зависимости От того На какой Элемент Мы с вами Переключаемся Мы здесь Видим Соответствующие Управляющие Вкладки Управляющие Возможностями Редактирования На Конкретном Подорогне Рассмотрим Вкладку Selection Допустим В Управлении Точками Значит Здесь Вот Несколько Элементов Такой Небольшой Фильтр Который Позволяет Нам Выделять Отдельные Точки Я Переключусь На Рамочку Вот Соответственно Эти Отдельные Точки Можно Выделять Только На Соответствующей Поверхности Поверхности Surface Вот Она У нас Есть Ну Или Кривой Point Curve Или Point Surface Значит Если У нас Выбрать Роуз То У нас Будут Выбраны Вот Одна Точечка Мы Выделяем И все Точки Которые Лежат На этой Кривой Будут Считаться Линией Роуз И Выделяться Если Если Выберем Columns Это У нас Колонки То Когда Мы Выделим Одну Из Этих Точек То В другом Направлении У нас Будут Выделены Все Точки Вот Соответственно Строчка По Вертикали И Строчка По Горизонтали Вот Это Достаточно Удобно Крестиком Выделяется Как Вы Могли Уже Понять Такой Вот Элемент Который Попадается На Пересечении И Все Точки Соответственно По Иксу По Игреку Которые Связаны Тоже Будут Выделены Ну И Кнопочка Которая Позволяет Выделить Все Точки Которые На Этом Элементе All Points Соответственно Вот Это Методы Выделения Которые Есть У Point И Соответственно Curve CV Оболочка Точки Контрольные Здесь Два Варианта Одна Точка Или Все Элементы На Соответствующей Кривой Так Ее Еще Найти Надо Вот Эта Кривая Соответствующая А И На Ней Все Это Дело Можно Выделять А Вот Она У нас Кривая Кривая Вот Или Одна Точка Немножко Фильтр Здесь Менее Мощный Но Тем Не Менее Есть Soft Selection В двух Вариантах Он Работает Примерно Так же Как Он Работает И Стандартных Полигональных Элементах Которые Уже Проходили Значит Вот В двух Словах Общие Свойства И Нужно Отметить Что Когда Мы На На Вкладке Создания И Выделяем Объекты Значит У нас Нет Возможности В этом Режиме Полноценно Работать Для Изменения Нужно Обязательно Переходить На Вкладку Modify И Когда Мы Туда Попадаем У нас Открывается Окошко Нурбс Настроек Которое Состоит Из Нескольких Вкладок Вкладки Для Создания Точек Вкладки Для Создания Кривых И Вкладки Для Создания Поверхности Значит Соответственно Эти вкладки Конечно же Продублированы Здесь Вот Create Point Это Вот Эта Вкладка Points Create Curve Это Команда Создания Кривых Ну и Create Создания Создания Поверхностей Соответственно Вот Эти Вот На Основном Уровне Которые Находятся Последние Три Вкладки Это Дубль Вот Этих Трех Вкладок С Поверхности С Палитры Правления Нурбс Если Мы Откроем Основную Вкладку General То Вот Здесь Вот По умолчанию Нурбс Creation Toolbox То есть Палитра Создания Нурбс Объектов Она Нажата Если Ее Отжать Эта Палитра Исчезнет И Не Будет Появляться При Включении Под уровне Редактирования Значит По умолчанию Она Нажата И Лучше Оставить Ее В таком Виде Чтобы У вас В случае Нужды Была Возможность Пользоваться Этой Вот Палитрой Также Хочется Отметить Что Во время Создания Допустим Тех же Кривых Они Могут Быть Как Исплайны Как Замкнуты Так И Не Замкнуты И Также Когда Мы Замыкаем Сплайн У нас С вами Выпадет Соответствующая Здесь Команда Которая Спросит Замыкать Данный Элемент Или Нет Кроме Того В отличие От Сплайна Мы Можем Попытаться Установить Контрольные Точки В одно И то же Место И Нам Автоматически Будет Предложена Команда Их Замкнуть Кривую Или Нет Это Тоже Одно Из Различий Вот Из Сходств Естественно У нас Есть Вкладка Рендер Рендеринга Которая Полностью В общем-то Совпадает С Соответствующей Вкладкой У Элемента Сплайна Единственное Мы С вами Видим Что Не Меняется В Видовом Экране Этот Элемент Но При Выводе На Рендеринг Толщина Которая Здесь Есть Которую Мы Задаем Она Выводится В Окно Визуализации Основа Редактирования Нурбс Системах Давайте Создадим Через Create Нурбс Пойнт Курв Перейдем В режим Редактирования Точек Давайте Рассмотрим Какие команды Есть Но Мы Уже Помним Что Есть Команда Выделения Точки Одной Или Точек Всех На Нашей Кривой И Есть Команда Hide Спрятать Все Точки Это Необходимо Если У вас Поверхность Сложная И Много Точек И Они Мешают Вам Работать Также Есть Команда Fuse Которая Известна Нам С Вами По Сплайна Здесь Она Работает Аналогично Только С той Лишь Разницей Что В сплайнах Она Просто На Геометрическую Координату Одну и ту же Устанавливает Две точки Здесь Точно Так же Но Эти Точки Становятся Зависимы И Нам Нет Нужды Их Вместе Объединять Когда Мы Переместили Нам Предлагается Их Объединить В одну Мы Говорим Что Нет Нас Интересует Чтобы Эти Точки Были Независимы Их Можно Разъединить Командой Infuse И Получим Опять Две Независимых Точки На Концах Можно Можно Попытаться Командой Фьюз Объединить Точки Не только На Концах Но А вот В других Каких-то Частях И мы С вами Увидим Что Они По-прежнему Остаются Зависимы Пока Мы Эту Зависимость Не Уберем Посмотрите Эта точка Она Немножко Другого Цвета Розового Становится Отключаем Зависимость Фьюз Анфьюз Также У нас Есть Такая Же Команда Refine Которая Добавляет Опорные Точки По Кривой Или Удаляет С помощью Команды Delayed Или На клавиатуре Вы можете Нажать Кнопочку Delayed И Команда Extend Которая Позволяет Из Точки Крайней Любой Продлевать Extend Нашу Кривую Основные Возможности По редактированию В режиме Точек Мы Рассмотрели Основные Возможности По редактированию В режиме Кривых В данный момент Недоступны Есть возможность Только Что-то Сделать Брэк Разорвать Ну и Сделать Detach Delayed Reverse И так далее То есть Все эти Команды Нам Известны Ну кроме Кнопочки MakeFit При нажатии На кнопочку MakeFit Например Мы с вами Увидим Количество Точек На кривой И мы Можем Сразу же Их Изменить На Допустим Большее Количество Точек Вот Мы В режиме Поинта Можем Их Наблюдать Или Опять-таки Меньшее Количество Точек Было 100 Точек Стало 20 Но Форма Кривой Как мы Видим Более-менее Соблюдается Но С меньшим Количеством Точек Эта Команда Может Уменьшить Количество Точек Значит Есть Команда Convert Curve С помощью Которой Мы можем Преобразовать Point Кривую В CV Кривую Например Где С помощью Допуска Указывается Один Показатель Черт Длина Униформ Значит И соответствующие Параметры Для Перевода И уточнения Формы Здесь Присутствуют В том И в другом В варианте Значит Допустим Нарисуем Еще Одну Point Кривую И С помощью Команды Etch Обе кривых Пристукуем Друг к другу Значит Посмотрите У нас Есть Вариант Для Объединения В режиме Курвы Кривых Который Называется Join Выбирается Этот инструмент И допустим Эту точку Мы хотим Объединить С вот этой Точечкой И здесь Два варианта Join и Zip С помощью С помощью которого Организуется Собственно говоря Объединение В режиме Zip Вот этот вот Допуск Он Позволяет Немножечко Охарактеризовать Поверхность В режиме Join У нас У нас Есть Возможность Каждую Из Кривых Отдельно Отрегулировать Ее форму Но тут очень мало Точек у нас было Поэтому Это не сильно Заметно Соответственно Выбираем Параметр Zip И нажимаем Кнопочку ОК Вот И у нас Эти Две кривых Как мы видели Объединились С помощью Команды Join Также С помощью Point Мы можем В режиме С помощью Команды Fuse Тоже Объединять Эти Вот Кривые И Они Останутся При этом Двумя Независимыми Независимыми Несмотря на то Что Вот видите Мы можем Их перемещать И они будут Таким вот образом Резиновым Как бы Тянуться Друг за другом Вот Это Основные Возможности Редактирования Point Кривой Давайте Рассмотрим Control Vertex Кривые Построим Их Несколько Штук Рядышком Рядышком Опять Таки Их Вместе Объединим И Посмотрим Что мы Наблюдаем В режиме Кривых Control Прошу Прошу прощения Вначале Посмотрим Мы Наблюдаем Такие же Команды Fuse Refine И добавляет Команда Insert Она работает Точно так же На самом деле Не совсем так Как команда Insert Сплайнах Ну хотя бы Потому что Точка Будет Создаваться На Оболочке Вот видите На вот Этой Ограничительной Оболочке Будут Создаваться С помощью Команд Insert Дополнительные Опорные Точки При этом Форма Кривой Она будет Подгоняться По этой Оболочке Чем больше В этих Опорных Точек Установить Команда Extend Работает Аналогичным Образом Ну с Учетом Своей Специфики Создания Вот Ну и Команда Fuse Позволяет Опять таки Поместить Несколько Точек И Связать Их Временно Друг С другом Вот Значит Дальше У нас с вами Есть Возможность Посмотреть Point Surface Допустим Создадим Одну Точечную Кривую Мы Сделаем Дубликат И Опять таки Перейдем В режим Редактирования Их Вместе Объединим В режиме Point Мы тоже Можем Делать Ту же Самую Операцию По Объединению Допустим Вот этой Точки С этой Точечкой Вот эту Точку Мы можем Объединить Соответствующей Этой Точкой И Допустим Я включу Режим Каркаса Может быть Так виднее Будет Эту Точку Допустим С этой Точкой И В конце Концов Вот Мы с вами Получим Вот Такую Интересную Поверхность Значит В режиме Точек Выделим Например Одну Из Точек И Рассмотрим Вкладку Delayed Мы можем Удалить Одну Точку Мы Можем Удалить Ру Строчку Или Колонку То есть Получается Что удаление Точки И Колонки В данном Случае Совпадает И Они Выполняют Одну И Туже Операцию Если У нас Находится В уголке Этот Элемент Роу Значит Уберет Часть Этого Объекта Вот Также Есть Возможность Использовать Вкладкой Рефайн Уточнение Для Редактирования Соответственно Здесь Есть Кнопка Которая Позволяет Дополнительно Добавлять На поверхности Полигонаж По Горизонтали Либо По Вертикали Либо И по Горизонтали И по Вертикали Когда Эти Дополнительные Элементы Будут Нужны В Любой Момент Можно Выделить Соответствующие Точки И Нажать Команду Разъединение После Чего Мы С вами Получим Опять Таки Две Поверхности Друг С Другом Не Состыкованные Ни Коим Образом Значит Это Основные Методы Редактирования Дополнительно Смотрите Следующих Видео Благодарю За Внимание Продолжение следует